Здравствуйте! Спасибо, что вы с нами. В эфире программа «Это важно». Тема эфира – малоэтажные многоквартирные жилые дома. В начале немного истории. Жакты, как жилищно-арендные кооперативные товарищества, появились в 1924 году. Успех заключался в том, что их председатели вносили дополнительные паи, позволяющие выделять в кооперативе особый жилищный фонд, сдаваемый в аренду. Писатель Федор Михайлович Достоевский почти всю жизнь снимал квартиры в жактовских домах. Писал друзьям. «Снял квартиру на втором этаже. Кухня общая, но две комнаты в моем распоряжении». В 1930 году прошли кардинальные перемены в коммунальных органах. И жакты, как довольно демократичная форма управления хозяйством, прекратила свое существование. Но дома эти никуда не делись. Существуют и по сей день. В наше время жактовские дворы застроены с советских времен. Сарайщиками, небольшими мастерскими и даже гаражами. Довольно часто есть большая придомовая территория. Этот одноэтажный дом по улице Крымская, 68, был построен в 1916 году. Здесь пять квартир. Одну часть здания можно назвать домом. Тут чистый, фасад прилично выглядит. А уже дальше видим настоящие трущобы. Куча мусора, заваленные по окна. Зато в записке, оставленной на двери, выведена каждая буква. Извините меня, не дома. Напишите карандашом на стене. Кто приходил, спасибо. И узнать о том, какие документы у этих жильцов мы сейчас не можем. В первой квартире живет пенсионерка Алиса Болиславовна. Поселилась здесь 35 лет назад. Квартиру получила, работая в санатории БФО медсестрой. В 1993-м приватизировала ее, сделала основательный ремонт за свой счет, провела в свою квартиру коммуникации. И стала уговаривать соседей приватизировать придомовую территорию. Обойдя немало инстанций, собрав не один десяток документов, все равно получала отказ. Я согласна платить налог, сколько положено, почему нет. Мне бы хотелось положить плитку во дворе, поменять забор, ворота, ну то есть создать уют. А так как эта земля не приватизированная, общая, это нужно согласие соседей, вот на все это, на благоустройство. А соседи, ну как, не дают согласия. Действительно, нежелание одного из собственников квартир раньше было камнем преткновения в получении разрешения на приватизацию. Теперь все изменилось. Закон дает право одному собственнику квартиры обратиться в орган местного самоуправления с заявлением сформировать земельный участок. Его кадастровая служба ставит на учет, и после этого земля под домом принадлежит собственникам квартир. Мы решили заглянуть в документы, которые бережно были сложены до лучших времен. Дом по улице Крымская, 68, значится как многоквартирный жилой дом, а этажность не прописана. В кадастровом паспорте необходимо обратить внимание на этажность дома. Если в документе значится многоквартирный жилой дом, а этажность не прописана, вам прямая дорога переоформляет документы. Многоквартирный дом может быть и пятиэтажный. Соответственно, нагрузка на земельную, транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру повышается, отчего и налог становится выше. Но из-за большого количества собственников, земельный налог, рассчитанный на всех, рублем по карману не бьет. Чего не скажешь о жахтовских домах. Участок земли под домом почти такой же, как у многоэтажек, а квартир не больше десяти. Первый заместитель главы Светлана Яровая, курирующая земельную отрасль в городе, провела необходимые согласования и добилась того, чтобы кадастровая палата внесла изменения с ранее недоработанным законодательством. Налог на землю относится к местным налогам, а значит является одной из составляющих городской казны. Несмотря на это, она настояла на его перерассмотре, поскольку это позволит оказать поддержку наименее защищенной части горожан. Собственникам жилых домов, квартир, жахтов так называемых, им рассчитывают кадастровую стоимость из расчета того, что там многоэтажный многоквартирный жилой дом. Но это не соответствует действительности, правильно? Им нужно уточнить разрешенное использование и указать в своих документах, что это малоэтажное жилищное строительство, чтобы мы применили им другую кадастровую стоимость, более низкую. Один, два, три и четыре этажа считаются малоэтажными многоквартирными домами. Земельный налог платится собственниками один раз в год, поэтому у жильцов есть время заняться документами. Для того, чтобы мы им уточнили вид разрешенного использования, они просто должны обратиться к нам, принести заявление, документы на земельный участок, в котором установлено, что это просто многоквартирный жилой дом, не установлена этажность, и справку БТИ о том, сколько этажей в этом доме. Администрация издает постановление, прописывает малоэтажный многоквартирный жилой дом. Это постановление мы в порядке информационного взаимодействия направляем в Росреестр. В Росреестре вносится изменение в кадастровую стоимость земельного участка. Естественно, на следующий год все жильцы этого дома по уменьшенной стоимости получат уже уведомление о земельном налоге, которое будет существенно в разы меньше, чем они платят сейчас. Все документы сейчас нужно сдавать в многофункциональный центр. Эта услуга совершенно бесплатная. Прописать этажность значит снизить налог, поэтому в документах важно не пропустить каждое слово. Всего доброго и до встречи!